Для очистки акватории ангары из Китая доставлено около 5 тонн активированного угля. Природный абсорбент – один из самых качественных, ближайших из Иркутской области регионов подобного угля нет. 5 тонн хватит на полную очистку ангары от нефтепродуктов. Применять его будут в специализированных кассетах на территории водозабора Свирска, а также в рассыпном виде для очистки поверхности реки. Пробы воды возле Свирского водозабора берут ежечасно. 80 тысяч людей, оставшихся без водоснабжения, терпеливо ждут. Я хочу еще обратиться к жителям Черемхова, Свирска, Черемховского района, поблагодарить их за понимание, за терпимость, потому что по анализу работы горячей линии, по анализу работы телефонов доверия муниципальных образований за прошедшие сутки было 172 звонка уточняющего характера. Жалоб никаких не было. Поэтому действительно население с пониманием относится к этой чрезвычайной ситуации. В Черемховском районе действует режим чрезвычайной ситуации. Водоснабжение трех населенных пунктов Черемхова, Свирска и поселка Михайловка отключено уже четвертые сутки. Каждый день сюда доставляют 40 тонн бутилированной воды. Работают водовозки. Сразу по прилету Дмитрий Месенцев проверил, насколько отлажен механизм обеспечения населения питьевой водой. Мало, мало машин? Да, мало. По всему городу Славцовке лета до 15 сейчас нашел. Нехватку водовоза глава региона обещал устранить. Завтра рано утром из Иркутска и Ангарска на подмогу придут еще шесть автоцистерн. После губернатор посетил основной теплоисточник города ТЭЦ-12 и убедился, что город в полной мере обеспечен теплом и необходимый температурный режим будет сохраняться. Главе региона сообщили, что во второй половине дня в квартирах Черемхова появится горячая вода для технических нужд. По предписанию санитарных врачей, пить эту воду и использовать ее для приготовления пищи категорически забрещено. После ТЭЦ Дмитрий Месенцев отправился в администрацию города, где возглавил заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем было сделано важное заявление. Динамика результатов проб ангарской воды положительная. Показатели воды значительно улучшились за последние сутки. Утром результаты следующие были. В месте размещения оголовка водозабора на глубине 2 метра, на глубине 4 метра и глубине 6 метров показатели не превышали предельно допустимые. Также превышений не было вверх по течению 500 метров и вниз по течению 500 метров. Решающими станут результаты проб воды, взятые в 23 часа. Мы даже по отношению к ушедшему дню имеем сегодня оптимистичную картину. Если она будет такой, и будет отмечена стабильность, улучшение ситуации в районе оголовка водозабора, то мы считаем, что от 0 часов до 2 часов ночи, с текущего дня на день завтрашний, мы введем нормальный режим водоснабжения Черемхова, Черемховского района и Сверск. Если мы получим, в силу того, что мы мониторим ситуацию, уже с текущего момента, ежечасно получим необнадеживающие анализы, то, безусловно, все задействованные члены комиссии по делам ЧАЭС и привлеченные специалисты будут обеспечивать систему подачи воды водовозными машинами. Во все три муниципальные образования вы слышали, что к 17 машинам, которые задействованы, добавляются еще 6 из Ангарска и Иркутска, 4,2 соответственно. И мы, конечно, увеличим поставку бутилированной воды. Уже сегодня поставлено 41 тонна только бутилированной воды. Прежде всего для ветеранов, для тех пожилых людей, которые сами трудно могут выходить, и социальные работники им помогают. Мы можем приветствовать инициативу ряда общественных, молодежных организаций Черемховского района, которые подключились к тому, чтобы в каждом доме с избытком была вода. На заседании КЧС глава региона, работав всех местных служб, кроме Роспотребнадзора, оценил высоко. Также Дмитрий Мизинцев сообщил, что регион закупит еще 10 тонн угля, которые будут храниться про запас. Как было заявлено на заседании КЧС, двое предполагаемых виновников утечки, которая привела к загрязнению Ангары нефтепродуктами, сейчас дают показания. Ирина Гапонча, Константин Синицын. Новости сейчас. Новости сейчас.